Памятник музейного дела Музейных работников начала XX века Не зря такое большое сходство можно увидеть между греческим Геориком Пушкинского музея и Пергамским музеем в Берлине, знаменитым Хотя, казалось бы, это сравнение работает совсем не в пользу Пушкинского музея Потому что Пергамский музей славится как раз большим количеством подлинных экспонатов Там и ворота Иштар, знаменитые из Вавилона во всей своей красе И ворота Милецкого рынка, и, собственно, Пергамский алтарь и так далее Но, однако, я хочу сказать, что есть некая сложность восприятия архитектуры в музее Потому что это, может быть, вопрос такой специальный, но мне он кажется очень интересным и важным Есть некий масштаб представления архитектурного произведения, при котором его подлинность воспринимается И в какой-то момент она теряется И получается, что нужно или стараться впихнуть в зал целиком архитектурное произведение Что по очевидным причинам далеко не всегда получается Или же какие-то маленькие фрагменты выставлять А уж что-то среднее, когда есть, например, как это в каких-нибудь архитектурных учебниках Две колонны, на них кусок антаблемента с карнизом, так сказать, и со всеми вот этими деталями Но это начинает смотреться мертво Поэтому здесь вот это такой опасный и очень интересный момент И об этом тоже полезно бывает думать, посещая греческий дворик Я сейчас попытаюсь даже такую инструкцию небольшую А как вообще к нему относиться, как его смотреть Все, что здесь есть, это не просто скульптура А это скульптура в сочетании с архитектурными фрагментами Причем в некоторых случаях сделано так, чтобы архитектурные фрагменты были достаточно крупные И они принципиально все на натуральную величину Мы здесь видим и Эрихтеюна, кусок южного фасада со знаменитым портиком кариатит Мы видим угол Порфенона То есть у нас Акрополь тем самым здесь представлен, оказывается Есть знаменитый, великолепный, поздний классический памятник Точнее, правильно сказать, хоригический памятник Лиссикрата Который стоит недалеко от подножия Акрополя с юго-восточной стороны И какие-то еще меньшие фрагменты Здесь вот прямо воспроизведен фасад храма вот в таком виде И все это насыщено скульптурой И все это стоит как бы разрозненно в одном месте странным образом И в этом есть нечто беспокоящее, тревожное Потому что есть некая неестественность То, что колонны Порфенона и Антаблимент И даже скульптуры в метопах в подлинный размер сделаны То есть здесь колонны в те самые честные 10 метров 35 сантиметров, как они Или 10 метров 32 сантиметра, как они и в подлинном памятнике Но, конечно, получить представление о том, как, возвышаясь над всем городом Афины почти на 80 метров Подножие Порфенона находится в 80 метрах от плоскости самого города И там возвышается вот этот вот громадный парящий надо всем городом памятник У которого 8 колонн на 17 Конечно, по вот этим трем угловым довольно трудно сделать такое Сопоставить это впечатление И его не надо пытаться здесь добиться Потому что мы понимаем, что ради того, чтобы все это было подлинного размера Пришлось даже немножечко отчасти в яму поставить Все, чтобы все-таки высота потолка не беспредельна И это экспонат Хотя это и в подлинный размер И это очень важный момент И то же самое с эриктеином Эриктеин несколько лучше, потому что он, наоборот, в ракурсе Потому что с некоторых точек оттуда особенно он так и выглядит И портик кариатит как раз того масштаба и того размера Физически на месте, что он выдерживает помещение его То есть его целостность и целостное впечатление от него Не нарушается от того, что он воспроизведен вот здесь таким образом И это на самом деле очень интересно Другой довольно сложный момент заключается в том Что во всех Цветаевского времени гипсах Тщательнейшим образом воспроизведена фактура старого камня Фактура бронзы, так сказать, всего остального Чтобы это просто максимально мало отличалось от подлинника В то же время архитектурные произведения Здесь представлены в другой логике И поэтому здесь не было попытки как-то воспроизводить мрамор А просто в достаточно условный кремовый вот такой оттенок Все это сделано И именно поэтому начинаешь Вспоминая, как видел в натуре все эти памятники С некоторой жадностью вглядываться вот в эти настоящие мраморные ступени Да, на которых виден вот этот подлинный материал Это интересные переживания, которые каждый раз охватывают Когда сюда попадаешь Что тут важно? Важно, что мы опять имеем дело с музеем, с идеей музея эпохи эклектики Когда, собрав образцы красивого Можно было получить возможность их применения Обучение этому красивому, заимствованию И какой-то новой компоновке во что-то целое То есть с этой точки зрения Вот как раз это памятник идеи музейной экспозиции Конца эпохи эклектики Это очень интересно Здесь это очень ярко и хорошо выражено Но в то же время Тут есть и некое очень неожиданное Может быть даже для тех, кто это компоновал Правда, потому что вот такое Разрозненно-атамарное существование Собранных в кучу, говоря, видите, вот так лучше сказать Скульптур и прочего Это как раз вполне характерно было для Греции Конца архаики и классики Когда, например, все подходы к Парфенону Были уставлены огромным количеством вативной скульптуры Разного размера, разного качества Которая стояла там так Что она не образовывала некой какой-то специальной композиции А просто это был вот такой почти лес Небольших или среднего размера статуй И в этом смысле вот такое атомарное существование Вдруг в одном помещении Таких фрагментов из разных зданий Неожиданно приобретает такую Совершенно неучтенную даже устроителями этого дела Аутентичность И это очень любопытно Заняв эту замечательную стратегическую точку Мы можем посмотреть на портик кариатит Ирихтеевина Замечательного, сложно устроенного храма На Афинском Акрополе Как раз с правильной стороны С правильной точки, чуть-чуть снизу И портик кариатит как раз и по масштабу И по самому своему смыслу Очень хорошо подходит для того Чтобы быть выделенным в такую отдельную структуру Потому что на самом деле На своем месте, на Акрополе Он как раз стоит Прислонясь к большой гладкой мраморной стене И то, что портик кариатит Хотя и не совсем в том сочетании В котором это на самом деле Все-таки смотрит лицом В парфенон Это тоже очень правильно Потому что это Интереснейший случай, так сказать Асимметричного ответа Когда с одной стороны есть громадная 17-колонная вот эта мощнейшая Структура Парфенона, главного храма на Акрополе Самого большого И нужно было что-то такое построить Чтобы оно, не вступая в прямую конкуренцию В то же время выдерживало это сравнение Именно поэтому здесь обратились К не очень распространенной Но существовавшей в Греции Для малых форм, для сокровищниц Традиции заменять колонны Человеческими фигурами И здесь мы это и видим Что колонны такого размера На фоне Парфенона казались бы жалкими А человеческая фигура Она берет на себя гораздо больше И поэтому здесь вот эти шесть Прекрасных девушек Мастерство скульптора Здесь заключается еще и в том Который их делал Что они при всей точности И казалось бы натуральности изображения Довольно тонко стилизованы Под архитектурные опоры Если мы внимательно посмотрим Мы увидим, что вертикально спадающие складки Их одежда практически превращают Низ их фигур в каннелюры И обратите внимание, что Опорная нога у каждой скульптуры Она находится именно на углу Там, где линия вот эта сильная Должна проходить И еще очень важный момент Это как совместить нежность шеи Девичьей фигуры с тем, что она несет на себе Такой колоссальный груз И тут пригодилась пышная, мощная прическа С огромной косой, которая сзади Которая позволяет, не выходя за рамки реализма Получить очень мощную опору Это, конечно, очень тонко И виртуозно даже сделано И большая радость, что мы можем Это здесь так внимательно увидеть Причем вот именно портик кариатит Он отформован строго Так, как он сохранился Со всеми утратами С всем тем, что мрамор пережил За эти две с половиной тысячи лет И поэтому его, может быть, действительно так Интереснее смотреть Он не смотрится муляжом Если же дальше Теперь уже выступить в некоторую защиту Греческого дворика И принципа слепков В целом Нужно очень хорошо помнить Вот этот вопрос подлинности Он очень ползучий и коварный Потому что, находясь в Афинах И в волнении Так сказать, а еще и в поту Если эта речь идет летом Поднимаясь, так сказать, туда вот Сквозь пропилеи Выходя и глядя на портик кариатит И наслаждаясь Этим подлинным переживанием Нужно все время помнить, что они все бетонные Потому что подлинные скульптуры Там же разделились Потому что Четыре из них Если я сейчас не ошибаюсь Стоят в музее Афинского акрополя А две вообще в британском музее И именно поэтому То, что кариатиды у нас здесь в зале Тоже размножились В этом даже какая-то есть Трогательное соответствие той настоящей ситуации Потому что шесть их, как и было Стоят на своих местах И одновременно еще две Гордо стоят на фоне антов Вот этого вот портика Одно из самых интересных приключений Которые человек Интересующийся античной архитектурой Может в этом зале Пережить и получить Это переживание драматической разницы масштаба Между вот этим Замечательным макетом акрополя И теми частями акрополя Которые представлены здесь В натуральную величину Потому что вот, скажем Один из углов Парфенона, который здесь Виден Вот он перед нами присутствует Вот Малюсенький, смотрящий на Парфенон портик кариатид Присутствует здесь И получается, что можно одновременно Быстро менять в голове масштаб От вот этого общего К разглядыванию деталей В натуральную величину И заодно понимать В каком реальном соотношении Как эти все вещи Стояли на месте И этот макет Сам по себе Имеет еще одно Историческое измерение Потому что Он сам уже превратился В музейный экспонат Пока мы видим То, что происходило В 19 веке С довольно пустынной местностью Вокруг С полностью вычищенным Уже, правда Всеми позднейшими наслоениями Становится более или менее Понятным Во-первых, почему Парфенон занимал Такое царственное положение Потому что Когда в книге Смотришь на чертежи Даже если это Профессиональные Студенты-архитекторы Смотрят, как правило Они представляют себе Полностью гладкую Ровную поверхность Скалы Акрополя А здесь На макете Если мы смотрим Унимательно Мы видим, что Подножие Парфенона Находится на той высоте Где была кровля Пропелеев То есть он еще Отдельно Очень сильно поднят И вот это Доминирующее его положение Очень хорошо здесь читается Ну и, конечно Я не могу не отметить То, насколько Здесь очевидно Как именно Парфенон пострадал И был разрушен Потому что Любой человек Который изучает Античную архитектуру К сожалению Очень много внимания Деградации Распаду и гибели Этих Замечательных зданий Должен уделять И здесь мы видим Что то странное обстоятельство Что оба торца Стоят почти нетронутые Тогда, как практически Вся середина отсутствует Объясняется Собственно, как все специалисты знают Банальной причиной Когда в 17 веке До которого Парфенон достоял Парфенон достоял Почти целым Будучи превращенным Последовательно Сначала В православную церковь Потом в католическую А потом в мечеть Потому что Этот культовый характер Давал ему Как бы охранную грамоту Но потом В борьбе генуэзцев И турок За Афины Турки, которые Оборонялись На Акрополе Который, естественной Крепостью является Устроили прямо в середине Парфенона Пороховой склад И когда ядро туда попало Понятно, что Эпицентр взрыва В середине Все, что было ближе Полностью Вынес и разнес На кусочки А те торцы Которые стояли подальше Они Остались более целыми Конечно, вот это вот Состояние Оно Очень интересно Потому что Позволяет Еще мысленно На полтора века назад Вернуться и посмотреть Что же видели Путешественники И что же Фотографировали Как раз Изготовители Первых Фотографий Акрополя Потому что Конечно При долгой выдержке И сложной технике Фотографирования Которая была В середине 19 века Классические Архитектурные сюжеты Служили прекрасной Благодарной моделью Потому что Никуда не торопились И можно было Большую выдержку сделать И из-за этого Быстро идущие люди Вообще Выпадали из кадра И получалась Практически такая Картина Которую мы здесь Видим На этом макете Ну вот Теперь мы с вами Занимаем Стратегическую Правильную позицию Посреди Дворика И за нами Тот самый Угол Парфенона Оказывается Уже в более Или менее Правильном ракурсе Так, чтобы Его величие Все-таки С правильной Точки Воспринималось Чтобы несколько Вверх на него Смотрели И интересно Что Парфенон Здесь присутствует В этом зале Много раз В самых разных Ипостасях Потому что Мы видели его На макете В маленьком Масштабе Но в точном Соотношении Со всем остальным Там же рядом Еще отдельный Макет Парфенона Покрупнее Здесь мы видим Три колонны Одного из углов Парфенона И угол фронтона Но Из этой же Композиции С тремя колоннами Постепенно Начинают Разлетаться По всему залу Фрагменты Скульптуры Причем Преобразуясь Это очень забавно И интересно Наблюдать Потому что Парфенон Здесь В том виде Где он В подлинном Размере Находится Тут принципиально Не применено Умение Имитировать Следы времени Или фактуру Мрамора Или еще что-то Нет Здесь Это сделано Так Чтобы можно Можно было С точки зрения Логики Тех Кто эту экспозицию Устраивал Любоваться Чистой формой Наиболее Очищенной От малейших Наслоений Цвета Фактуры Света Времени Чего угодно Это некая Абстрактная Формула красоты В объеме Вот так Вот здесь Выстроенная И помещенная Так Чтобы она Собой Определяла И даже Не без Некоторой Мучительности Огромные Размеры Этого дворика В высоту А дальше Если мы Посмотрим Сейчас На Митопы В таблименте Этого Парфенона Мы там Увидим Скульптурные Рельефы И Те несколько Митоп Которые стоят На своем месте И тоже Полностью Реконструированы И покрыты Вот этим Равнодушным Бежевым тоном Условным Разлетаясь По стенам Как вы видите Вдруг Приобретают Элементы Подлинности Как будто Это настоящие Митопы Которые Сохранились У них этот цвет И вот Это очень любопытное Расползание Деталей Из Парфенона С усилением Их вещественности И меньшей степенью Абстрактности Это то Что здесь Очень интересно Наблюдать И Эта же тенденция Продолжается Довольно сильно Справа и слева От меня Где мы видим Фидиевские Знаменитые Скульптуры Восточного И западного Фронтонов Если Парфенон Это абстрактная Так сказать Вот Просто форма Почти с компьютерной Точностью Просто воспроизведенная То здесь Мы видим Совершенно Конкретные Куски камня Каждый Из которых Прожил Эти 2500 Лет Очень сложным Образом Будучи сначала Вытесанным Потом Покрашенным Методом Энкаустики В разные цвета Потом он там Стоял И потом Часть из них Упала вниз Часть была Повреждена При взрыве Потом Агенты Знаменитого Лорда Эльгина Торгуясь Выкупали Все это Там на месте Везли В британский Музей И здесь Они воспроизведены Так как Они стоят В британском Музее С абсолютно Точной Имитацией Фактуры Поверхности Этого мрамора И даже Какие-то элементы Полупрозрачности Мрамора Удалось добиться Я не знаю Каким образом Это сделано Выдающимся Каким-то мастером И поэтому Получается Что здесь Постоянно идет Вот это Сильное напряжение Между разными Плюсами Отношения К памятнику Где это Абстрактная форма Книжная А где это Подлинный камень И все это Вот так Все время взаимодействует То что создает Такое Очень интересное Нервное напряжение Художественное В этом дворике Это к чему Я все это говорю К тому что Он настолько Христоматийен Что нужно Некоторые усилия Чтобы эту пелену Привычности Убрать С глаз Забыть о том Как Те счастливые дети Которые живут в Москве Ходили сюда С учительницей истории В пятом классе И посмотреть на это На все новым Взрослым Заинтересованным взглядом Это очень любопытно Конечно же Мы не можем сказать Что здесь все Посвящено Греции И все посвящено Только лишь Классике Потому что И в самой Греции Так не было Из-за спины Греческой культуры Обязательно Вот таким вот образом Выдвигается Рогатый и страшный Восток Который представлен Здесь Замечательными Бычьими Протомами И с египетскими И с хетскими И с восточными И с персидскими Культурами И некое обещание И это вот здесь Время 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 И второй фрагмент Который 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 Вот там На стене Греческого На правильной Высоте У него действительно Есть вот такое Прямоугольное Основание И дальше Вот эта круглая Ротонда И два слова Я про него должен Сказать Потому что Это удивительно Интересная И важная Для истории Архитектуры Вещь По замыслу Это довольно Скромная Вещь Это всего Навсего Памятник Построенный Лисикратом Вознаменование Победы В соревновании Детских хоров Исполнявших Гимны Аполлону Отчего Он хоригический Памятник И называется И в качестве Награды Был получен Бронзовый Треножник И как Подножие Для вот этого Бронзового Треножника Был возведен Вот этот Замечательный Монумент И он Очень важен Для истории Архитектуры Потому что Это первый Случай В греческой Архитектуре Когда снаружи На сооружении Появились Каринские капители До того Каринские капители Были Или единичным Образом Или где-то Внутри А вот это Первый случай Когда они Вот так вот Вышли На улицу И начали Своё триумфальное Шествие По всей Истории Античной Архитектуры Архитектуры